Это все по факту. Смотрите, я зимой, в феврале месяце этого года, еще раз не знаю, наткнулся на якобы питомник в Краснодарском крае. Клуб садоводов-профессионалов, название такое еще, знаете, расписывают, что у них там питомники, какие-то видео посмотрели, но вроде бы как бы так. Заказал у них 117 черешины, Ревна и Путь в основном такие для Ленинградской области, чтобы больше подходили, потому что в Крыму брал садовод Крым, и все вообще, персики, абрикосы. В 20-м году брал у них очень много на большую сумму, там больше 100 тысяч было. Ничего не перезимовало, что-то весной, то, что принялось, все потом, на следующий год, все, к сожалению, погибло. Ну, в общем, думаю, надо брать более такое вот. Значит, у них там не заказывали для черешни 117 штук, из которых за сезон лета прижилось только 26 из 117. Но как они перезимуют, еще не понятно. Потом, значит, заказал у них персиков, которые, в принципе, практически тоже разостойкие якобы все были. То есть они, в принципе, у них пошло некоторых подвое, горькие недавно, что они были привиты. Ну, буквально из там 43 штук или 42, ну, как где-то было, а дайбор 3 дали какие-то вот на этих сухих вот веточках приросты небольшие. Остальные все где-то отстояли в хороших условиях, ну, как бы у всех одинаково. Ничего больше, как бы все погибли и даже не очухались, засохли. То есть вот несколько с приростами. Остальные, там, ну, штук 5, наверное, дикий миндаль пошел, но, как мой смысл, это не съедобный. Значит, я, ну, у них 120 дней гарантия. Ну, как бы, знаете, в принципе, ну, богаче не станем, но тем не менее, да. А первое, значит, и абрикосы, там, пару из них вроде бы такие приросты дали, остальные все, и причем они были без прививки. Я задаю вопрос к менеджеру. Я говорю, а почему у вас абрикос, на что он привит? Она мне говорит, это такая, говорит, какая-то прививка. Я говорю, а где, ну, видно, что подвой привой, да, это же, ну, видно все. Теперь-то мы уже разбираемся, благодаря вам, кстати, тоже. Значит, они мне сказали 120 дней гарантированных. В общем, мы сейчас с ними переписывались, наверное, месяца 2-3 с августа где-то. Вышли эти фотографии, мы вам делаем замену. Короче, сделали фотографии, у меня есть все фотографии, все с бирками с ихми. Короче говоря, у нас гепарит, замены никакой нету. Она говорит, я менеджер по вот этим вопросам, она угулилась, она мне пишет, я, в общем, я там, короче, их домен, но не знаю до чего. В итоге, одни отписки. Вам выслали, вам не выслали, вот штрих-код ждите, ждите, вот все вот так и ждем. И в итоге, как бы, ничего не дождались. То есть, вот такой тоже лохотрой. То есть, 120 дней гарантия заявлена, фотографии и видео прислали, все разжевали. И в итоге, то есть, кидают людей вот так вот, да. Поборяешься, как говорится, за подешевле взять, но получается, как всегда. Поэтому, вот так вот, клуб садоводов-профессионалов. Я уже там, я говорю, слушайте, мы будем там куда-нибудь писать. А я говорю, да, ваше право. То есть, вот так вот, да. Питомники у них, якобы, ну, так же, как и Бекера, сколько там брали у них. Так, все сухое, все вы какое. И так же в клубе садоводов. Краснодарский край. Видимо, ни питомников, ничего у них там нету. Просто так же перекупщики по 300 рублей, там по 500. Ну, по 500 это тоже, в принципе, да. В общем, я пришел к выводу, что вот сейчас там участок возьмем в поисках. И я обязательно у ваших родственников буду заказывать очень большой заказ на весну. Поэтому в этот раз не удалось, потому что с участками проблема. То, что там поближе к дому, как бы, ничего нет нормального. То есть, там 6 соток и дом на 3 сотки. Ну, с сараями там, со всеми делами. То есть, сажать некуда, потому что я косточек у вас много взял. И, как бы, хочу саженцев взять. Ну, я напробую у вас уже драм. Как бы, саженца очень хорошая. Поэтому, как бы, на весну обязательно буду зимой делать заказ. Главное, сейчас вот сейчас кого определиться, потому что на моем участке уже сажать просто никуда. Там это и скрыло там, какие-то яблони там, ну, такое, знаете. И ни живо, ни мертво, как говорится. Там что-то теплится, что-то там погибло. Ну, в общем, места, к сожалению, мало. Поэтому вот такая история. Тут садоводов, это, конечно, просто ужас. Зачем вы заявляете гарантию 120 дней, если у вас ее нету? Два месяца я не пишу, каждый день. И на сайте, и на почту. Вы же обещали замеры, значит, отдайте. Ладно бы там оно прижилось, бы дали бы приносится, как вот эти, допустим, некоторые сажаются. Вопросов нету там. Погибло я после зимы, это уже к вам вопросов нету. Но если они у вас такого качества, что я сажаю, и они просто даже не дают признаков жизни, и просто вот белым налетом влезу, где вот начинается камера шейка, вот все покрылось белым налетом, хотя заглубнений никаких нету. Ну, просто вот, видимо, они прижились, ну, как бы, за счет гарантии обещать. Так что, спасибо вам большое, что вы вам помогаете. Очень вас любим. Так, друзья, еще одна горькая исповедь. Вот, напомню, значит, пока редкие случаи работы с питомниками, то есть их на самом деле огромное количество, тысяч обиженных писем, но к нам, это, ко мне попадает крайне мало. Я знаю больше всех, вот, две сотни плодопитомников интернет-магазина присвоили мои фотографии, явные перекупщики, их количество огромное, но с ними никто не работает по-настоящему. Только два случая таких ярких, или три-три, это, почему у вас нет фотографии своего сада, почему фотографии из интернета, ответ от плодопитомника. Нам некогда было делать фотографии, сад есть, фотографии делать было некогда, мы работаем. Второй ответ, еще смешнее, это, вроде глупее, идиот, 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 идиот чее. Вот, у нас нет фотографии, потому что мы имеем маточный сад, мы берем черенки на прививку, мы выращиваем саренцы, все по-честному, а так как мы берем черенки, значит, на дереве, с которым берем черенки, нет плодов, но мы не можем сфотографировать. Вот, подлейшая вещь, подлейшая, не было ни одного случая, чтобы маточное дерево мое не было бы покрыто огромным количеством плодов, не просто, а огромным. Вот, обрезка стимулирует развитие плодовых веточек, хотя это не всегда к добру, но это факт. Вот так с нами обращаются. Сейчас вы обмолвили, знаете, о чем сказать? Вы сказали, что будете заказывать саренцы, эти кошки у меня заказали, теперь вы переходите на саренцы моих детей, сына и невестки. Есть одно обстоятельство, мне кажется, у них на весу не так много саренцев, вы же прямо сейчас связываетесь с ними. Сейчас вот примерно покажу, примерно, сейчас так, питомник, вот, что бывает и редко, и редко, один на сотню, но бывает такое, бывает такое, что питомник реально существует, и матричный сад существует, и просто сад с огромным количеством плодов тоже существует. Вот, вот, так, не сюда попал, не сюда попал, так, 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 сейчас найдем, вот, что-то сейчас существует, сейчас я, сейчас я, никак, наверное, первое слово, наверное, надо фото, набрать слово фото, ну-ка, фото, надо питомника, мы семья фермеров, вот, а что меня сегодня не ведет? Тогда надо набирать, вот, тогда надо набирать, будет, камелию Железова, Сергея, ну, допустим, Железов, Железов, Ага, архив, посадка, все, 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 О, Сергей Железов плюс питомник, вот мы нашли, значит, сейчас бегом пробежимся по этому, вот, почему, потому что он реальный, он реальный, он реальный не бывает, вот, поэтому время у нас есть, пробежимся, но главное, что хочу заметить, значит, питомник маленький, он настоящий, и ничего нельзя поделать, обеспечить большое количество людей, вот, это невозможно, отзывы, ну, в первом фильме, помните, уважаемый коллега, вы сказали, что там огромное количество отрицательных отзывов, у нас такого не бывает, ну, давайте пробежимся, просто пробежимся, я даже боюсь комментировать, я только скажу, под этими бутылками, месяц идет за два, поэтому они к зиме, в Сибири успевают вызреть, это гигантская разница, принципиально, невызревшие погибают, вы что думаете, если вам прислались, это, в Италии, на самом деле они, в Италии, в Сербии, в Молдавии, в Крыму, вы их выписали, в среднюю полосу России, вы думаете, у них есть время, чтобы они, это, вызрели, нет, конечно, вот, ну, как вы думаете, эти погибнут, вот она работа, вот это поехало, 100 штук поехало в Санкт-Петербург, вот, это осень, уже все, теперь можно выкапывать, можно высылать, приедет куда-нибудь в среднюю полосу России, там еще до зимы успеет вызреть, в случае гибели одна на сотню, и то, знаете, что такое одна или две на сотню, это гепатогенная зона, никто о них не знает, это одна из закрытых тем наукой, якобы это уже наука, гепатогенная зона не существует, все как существует, и аварии на дорогах, это КПЗ, вот, и раковые болезни, это КПЗ, вот, вот, вот он, питомник, время прививки, на границе зима, весна, быстро-быстро-быстро-быстро, быстро-быстро-быстро, вот, один из лучших питомников, я говорю, даже не все это может, в Сибири, и чаще случаев, когда у человека настоящая саженница, настоящая санта, На комке Юрий Александрович Я не мог просто взять и не заметить Эту фотографию мимо пройти Последний из Магикан Я говорю, вот эта фотография Она учебная Ребята, вот форма Вот какая должна быть Эта самая корона Вот вообще должна быть сухо Дождь идет сухо Выходит сухих мёзд У него сгниет постепенно Стамп Он не должен гнить Поэтому форма листья вот такая А тут раз в полметра Вы представляете, где полметра Посмотрите, что делают Эти самые специалисты Трррр Еще до зимы далеко А у них тут сплошные раны И невызревшие почки Стали сплошные Вот это есть Это такой у нас уровень Вот И на тех 99 Сегодня я даже снял У меня еще пока Вот здесь вот фотография Снимал с экрана Австралия Что вы думаете Австралия, Австралия Ну и там метр вот этого самого Голос там Ну там-то ладно Там теплее На сто раз Зачем у нас показывают Эти самые Такие фильмы Чтоб люди уничтожали деревья Повторяли за ними Ну там они не выживут А у нас нет Ой ладно Давайте погнали подряд Все подряд Общее представление Питомники Любуйтесь Помните в первом фильме Из этих двух Который снят 20-25 сантиметров Саженц Что там было Ужас Еще хватит показывать А у меня почему Вот Любуйтесь Кутепова Ну Супер саженц Что из него вылезть Представляете Что это За 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 чудо Это то Что у меня так трудно Покупают Книги И брошюры Места мало Как Это Отговаривал Сергей Срубил Этого Абрикос Манджушки Куда Молых Нам А тут Место него Посадят Десяток Саженц Нет Для нас Места Сибири Вот Вот Это Вот И есть Работа Питомники Вот Такие Посылки Вот Это Вот Посылки Да Сравнивайте Вот С этими Которые Чуть Раньше Кутепова Была А Когда Вот Так Выкапаем Умереть Они Не могут Несполезно При всем Желании Не умрут Это Фальшивки Испанские Слива А люди Не Покупают Вот Или его Мы уже Не знаем Ничего О нем А подробностей Нет Он как рассказал Так рассказал И он Совсем Недавно Как Что-то Не в этом году Он со мной Познакомился Что это Значит Значит Он Стоссем До тысяч Рублей Выкинул Еще и Потому Что Даже Те Кто Продает Они же Не специалисты Они Перекупщики Если бы Они Хотя бы Элементарно Знали Что Вот Ты возьми Я же Видел Это Вот он Бекер Вспоминал Эту Фирму Подлейшую Он Ее Вспоминал Как Значит Вот Тоже Это Нехорошее А я видел Скрытую Посылку Бекера Жилье У него Как Держал Она Длинная Была Знаете Наверное Метра Полтора Да И сажен Слез Целиком До самой Верховки Но обрезаны Были все Боковые На концу Ветки И получился Длинный Такой Изкореченный Штамп А они Бы не трогали Боковые Ветки А отрезали Б половину У человека Глядить Бы и прижилось Меньше Нареканий Было Но Откуда То что я 20 лет Тиражирую 20 лет Призываю К этому Самому Караулу Спасайте Саженцы Свои же До Пересылки Не надейтесь И не советуйте Обрезать При посадке Вы должны Сами Обрезать До Высылки До Понимаете А они Место этого Штамп Делают Вот так Вторую Верхушку Оставляем Ну вот здесь Я пока На этом Закончу У меня тут Их Вот смотрите Если так И листать Посмотрите Сколько всего Тут Вот Это часть Фотографии Часть Любойтесь 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 Вот так Сейчас покажу Как выглядит Питомник Смотрите Питомники Посадили Тысячу Абрикосов Косточек Видели Здесь покручив Фотографии Но я сейчас Специально Не буду Искать Вот Другой Год Видели Вот это Настоящий Питомник Вот Они Выдуманы И не Нарисованы Эти Вот Вот Одна Из Тех Видели Питомники Темирезовской Академии Позорники Переименовали Мою фотографию Теперь Это уже Не Это Сарафим Теперь Это успех И ему Новое Это Придумали Ему Биографию Придумали Еще Хватит Надо Закончить Разговор В общем Ребят Я Первый Фильм Показал Как Это Делается Вот Так Легко Найти Подобное И сказать Нет Это Не Ваша Фотография Тогда Докажите Что Это Ваша Вот Я Про это Подробно Рассказывал Первым Из Эти Фильм Будем Называть Вторая Серия Будем Называть Вторая Серия Вот Все Это Есть Фильма Фильма На Основе Этих Фотографий Про Питом Десяток Фильм Я Снял Смотрите Канал Называется Содоводство По Железову Последнее Дерьмо Из Москвы Смотрите Это Дерьмо Из Москвы Знаете Почему Вот Он Мертвый Поверьте Железову Это Магазины Я Достал Его Вот Отсюда Он Мертвый И Знаете Когда Продавание Посреди Зимы Он Стоял И Температуре Там Должно Было Быть Написано 2-3 Градусах А В Магазине 20-25 Все Это Подлая Весь Все Рассчитано На Людей Рассчитано Чтобы Вот Такие Ничем Не Виноватые Бабушки Вот Как Эта Женщина Брали Эту Мертвичину Лишь Вы Купили Товаровед Есть Откуда Из Польши Вот Так Выживут Они Из Польши Замезнут Первую Жизнь Если Даже Были Живые Ну Что Заканчиваем Этот Разговор Наверное Закончим А Может Быть Надо Так Может Быть Снова Было Попадать Сюда Сюда Фото Галерею Кстати Вот Оно Объявление Вот Только Из Моих Косик Можно Обратить Лучший В Стране Сад Любой Из Вас Вот Понимаете Не Верите Третья На Международной Конференции Где Меня Сели Микрофон За Критику Вот Там Один Академик Кстати Он Живет Там Где Надо Было Жить Красударском Крае Я Усказал Я Командировка И по Каналу Фотографии Персиков Ну Не Своих А Испанских Вот Так Вставлять Испанских Вот Сейчас Надо Делать Так Чтобы Ваши Тошады Были Как Такие Как У Меня Вот Те Которые Вот Горько Правду Рассказал Как Те Кинули Наверное Вовсе Сложности Тысяч На Двести Да Вот Нам Бо Эти День Господи Пока Кроме Долгов Ничего Нет Это Лучший Сад В России Листаю 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 Съездил Вот Академик Нет Не В Испанию Понятно Это Была Просто Тур Поездка Фотографии Понадел Слайдом В Испанском Фруктовом Саду А Ко 130 130 Грамм 130 Грамм Грамм Королевшки Отстали 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 Новые сорты Образцы Как невиданные Я бы сказал Вот Че Я Хватаюсь А Куда Мне Спешить Это Без Названия Крупноплодные Железа И Названия Та Нет Мне Уже Поможете Вас Нет Реес Значит Никто Ну Еще Точка Это Тема Вкусни Ситимиря Вас Реес Нет Че Вы Молго Это Высунулись Это Горе Товари Реес А сейчас Знаете Как Все Покупается Продается Плати Будешь Реест Плати Понимаете Я Должен Заплатить Чтобы Меня Включили В Реест Упрощенная Схема Ничего Проверять Не Будет Гони Монету Дожили А Знаете Об этом Академия Наук А Че Спрашиваю Конечно Знаете А Как Публикуется Знаете Как Публикация В нашей Стране Вот Пожалуйста Плати 20 тысяч Скромный Журнал А надо Диссертации Не будет А серьезные Журналы 50 тысяч 100 тысяч Заплачешь Вот Пожалуйста Гони Монету Не тебе Платить Гонорар За Стать А ты Будешь Платить Вот Так Будешь Платить Ты Сколько Я могу Рассказывать Вы Знаете Что Можно Из Взятого Сделать Вот Это До Середины Я уже Дошел Но Это Опять Журнал Длинный 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 Вот По Телевидению Мне Вручил А Этот Самый Который Шиколка Уникальная Там Опрыскивать Сад Великой Дневная Вещь Только Я Не Опрыскив Сад Взял Сказал Спасибо Отдал Детям Непидомникам Надо Опрыскив Вот Такие Дела Ну Что Будем Заканчивать Другого Что Это Недоговоренность Какая Осталась Осталась Недоговоренность Все Будем Видеться Еще Не раз И не два Я Устал Если Б Мне Не Писал Вот Эту Из Которого Ограбили Тысяча Сто 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 Двести Он Наглый Ограбили А Вот Это К нему Я сейчас Обращаюсь Пожалуйста Дружище Мы же Подружились Вот Все Что Упоминал Все Фотографии Этих Саженцев И побольше И с этим Как И мы Сделаем Третью Серию Вот Я стараюсь Не называть Этих Авторов Этих Самых Сайтов Часто Никуда Негодных Даже Мошеннических Поды Про Свою Причину Там Живые Люди Живут Им Надо Хотя Б Распродать Потому Что И у них Тоже Дети Есть Хотят И жалко Их Вот Ну Может быть Обезличено Без названий Но Я хочу Показать То Чего Вы Купили И Сказали Вас Есть Вы Для Чего Им Посылали Вот Пожалуйста Пришлите Теперь Мне Все Друзья На этом Я заканчиваю Будем Не Прощаться Будем Говорить До Свидания